Денис, приветствую тебя. Всем привет. Торговая сессия среды. Мы с тобой традиционно проводим встречу перед какими-то значимыми фундаментальными событиями, чтобы подсказать всем нашим подписчикам, как и что вообще можно делать сейчас на рынках. Завтра ЕЦБ. Я думаю, что не будет привлечения, если скажем, что это, пожалуй, главное событие этой недели. Наверное, с точки зрения фундамента, именно там будут интересные движения. Ну и евро, а в целом, сколько уже идут на рынки и продолжаются спекуляции, что сделать ЕЦБ, будет ли там ставка снижена, а может и нет, учитывая определенные предпосылки, которые с определенной стороны по состоянию инвестиционных показателей могут уже и не так уж и создавать эти условия для смягчения экономической политики. Ну, в общем, все точки над и будут расставлены уже завтра. Ставка, решение, пресс-конференция и более-менее поймем, что делать по евро уже на долгосрок. Если ты не против, сегодня можем как раз поговорить про евро, как один из инструментов, который в нашем списке торговых активов рассматривается. Так, Денис, как насчет того, чтобы сегодня по старой доброй традиции еще затронуть, смотреть на индекс доллара? Можем золото глянуть, учитывая, что практически в одном шаге исторических максимумов. И именно рынок нефти, который тоже сейчас под влиянием новостного фона показывает рекордные значения повлатенности и летает на несколько процентов за одну торговую сессию. Нормальный набор активов? Да, я думаю, сейчас актуально, особенно вот евро. Давай тогда перейдем к непосредственно анализу и начнем с меня, с индекса доллара. Так, текущие котировки 103.14. Я в отношении американской валюты по-прежнему за идею все-таки того, что доллар очень сильно выкупили в последние дни, учитывая, да, основу в виде фундаментальных ревизов данных по non-farm payrolls и отчетов по инфляции, где базовые показатели вышли лучше, чем ожидали аналитики, но точнее выше, вот это более уместное слово. И вроде бы как по основным показателям, которые учитывают еще волатильные цены на продовольственные товары и цены энергоносителей, есть подтверждение дезинфляционного тренда, но с другой стороны, на своих брифингах также отмечалось, что более объективное значение для фидеризера имеет базовая инфляция. Но вот эта тема рынка относительно того, что ФРС не будет снижать ставку на 50 базисных пунктов, он будет действовать более осторожно, более скромным шагом в 25 базисных пунктов. Это, пожалуй, единственное, на чем сейчас доллар растет и растет уже в положительное время. Ну, сколько можно. Так, учитывая, что в конечном счете ФРС все равно снисти ставку и в ноябре, в декабре, и смягчение экономической политики должно провоцировать снижение и курса американского доллара. Я вообще за поиск сейчас возможностей, где бы найти уровень, где потенциально можно доллар зашортить и вообще сторонник того, что доллар будет снижаться. Поэтому, учитывая твой технический анализ, если ты там найдешь какие-то подскаши уровней, где может прекратиться вот это восходящее движение, будет круто. И я думаю, что будет интересно больше части наших подписчиков, тех, кто следит за нашим контентом. Так, евро тоже мы с тобой проговорили, котировки 1.08.82. Основная идея на рынке, что завтра ЦБ снизит ставку. Я, ты знаешь, останусь на стороне небольшого количества трейдеров, инвесторов, аналитиков, которые считают, что могут быть сюрпризы. И в данном случае эти сюрпризы могут предполагать все-таки сохранение ожидательной позиции. И считаю, что это уместно, учитывая высокие значения базовой инфляции, высокие показатели по росту заработной платы и объективные проблемы на европейском рынке труда, дефицит рабочей силы, что может сдержать вот сейчас активность Европейского центрального банка по смягчению национальной монетарной политики. Потому что в противном случае это решение можно создать дополнительные предпосылки для усиления инфляционного давления. Ну, я придерживаюсь этой точки зрения уже давно. Хочется теперь уже слышать непосредственно сам ЕЦБ. Сегодня, кстати, на повестке экономического календаря выступление Лагар. Буквально за день до заседания ЕЦБ. Может быть, что-то она и там прокомментирует. То есть еще до самого Европейского центрального банка добавит нам больше инфы для анализа по паре евро-долларов. В целом, я бы рискнул сейчас вот с текущих значений попробовать посмотреть в сторону длинных позиций в расчете на движение евро, возвращение в перспективе там ближайших торговых сессий к отметке 1.10. Но движение для евро-доллара 120 пунктов, конечно, не маленькое, но все-таки инфа-полы серьезные, которые мы ожидаем завтра. Так, что касается золота, 2.675 долларов за проську унцию. Здесь сегодня хочу сделать акцент на рыночный сантимент. И для меня это я очень давно искал именно подсказки со стороны этого индикатора, потому что на рынках, когда есть большое количество факторов, указывающих на то, что активы будут расти, и при этом есть и факторы, которые указывают на наличие потенциалов для снижения, золото сейчас полностью подпадает под эту картину, я обычно делаю такой приоритетный акцент на сантимент, на действия большинства и меньшинства. И в течение буквально недели с небольшим мы наблюдали за тем, как этот сантимент не уходил каким-то экстремумом, на основании которых можно было бы принять решение о покрытии торговой позиции. Сейчас, очевидно, толпа в коротких позициях, золото приближается к историческому максимуму, и я считаю, что этот рост будет продолжен, и сегодня-завтра мы увидим новые исторические хаи, которые могут предполагать такое импульсное движение золота в районе 2700 долларов за тройскую унцию. Так, и что касается рынка нефти, ну я думаю, что трейдеры, которые следят за нефтянкой, уже знают о причинах, которые обвалили цены на нефть. Все это обещания, возьмем в кавычки-комментарии, как угодно можно сказать, Израиле о том, что не будут наноситься удары по нефтяной инфраструктуре, это привело к переосмыслению вот этой премии за риск геополитической и спровоцировало развитие нисходящей динамики. Очень много еще слабых китайских данных, начиная от отчетов по инфляции, заканчивая данными по торговому балансу. И опять же, про сантимент тоже не могу не сказать, потому что в отношении нефти здесь даже более интересные значения. Почти 80% трейдеров остаются в длинных позициях. Все равно ждут эскалации геополитической напряженности, но я думаю, что, надеюсь, не будет какой-то более жесткой ситуации, из-за которой нам снова придется вернуться к этим ближневосточным проблемам. Поэтому, Денис, я за идею дальнейшего снижения и тестирования довольно скоро 70 долларов за баррель. Так, слово передаю тебе. Так, хорошо. Экран уже видно. Точнее, загружается. Да, видно. Порядок. Так, ну что, я, в принципе, практически по всем фронтам согласен, кроме нефти. Ну, до нее еще дойдем. Значит, по поводу индекса доллара. Да, мы сейчас, вот если посмотреть более стратегически, на такие ступеньки, которые были у нас при падении, то мы как раз сейчас подходим к одной из этих ступенек. То есть, это так называемая область вращения. Тот диапазон, который цена видела с обеих сторон. Причем видела достаточно неплохо. Поэтому завтра, вот на, даже не столько на ставки ЕЦБ, все-таки, как ты уже говорил, там на 0,25% ожидается снижение, насколько на пресс-конференции, которая будет через 30 минут после ставки, вот там вот как раз, я думаю, что могут попытаться хотя бы уколоть. Вот как по мне, то в идеале хотя бы вот так вот сделать добой, район там 103-35 плюс-минус, сделать такой добой, и оттуда уже потом начать коррекцию вниз. Тут как бы целей, на самом деле, несколько. Одна из ключевых, это район 101-85, это просто локальный близлежащий уровень поддержки. Ну и плюс, ко всему, до этого есть еще один из старых стратегических уровней, плюс вот такая вот еще зона покупателя. Поэтому, ну, я не говорю о том, что прям какой-то глобальный сильный разворот, скорее хотя бы промежуточная коррекция. Дело в том, что индекс доллара растет же еще плюс на риторике Трампа, когда Трамп высказался по поводу фискальной их политики, и что хочет достаточно сильно поднять пошлины для тех стран, которые пытаются отказаться от доллара в своих расчетах. Вот, и следовательно, то есть, Бакс на этом так немножко приободрился, потому что мы видим, что, в принципе, движение вообще безоткатное. То есть, просто импульс вверх, без каких-либо намеков на коррекцию. Ну, не считают эти маленькие остановки, но это коррекция сложно назвать, это просто небольшая остановка, передышка перед продолжением роста. Поэтому сейчас, да, я действительно считаю, что, думаю, где-то 103.35 плюс-минус. Опять-таки, могут попытаться и чуть выше закинуть, потому что чуть выше находится у нас в районе 103.90. Если округлить, то 104.00 здесь находится прям очень сильное сопротивление, которое, более чем уверен, мы с первого раза точно не пройдем, потому что этот диапазон уже неоднократно был виден ценой, и, следовательно, то есть, в дальнейшем какую-то реакцию дать может. Поэтому, да, здесь нужно набраться терпения и на вот этом выбросе вверх здесь вот очень-очень внимательно за ним смотреть. И, конечно, в противовес, это у нас евро, 56% в составе индекса доллара по евро. Значит, у нас сейчас заливаются, причем хорошо заливаются опционы хеджа. По месячным опционам у нас вот в районе 1.08.70 самые интересные близлежащие заливы. Если мы посмотрим вот сейчас на кумулятивную дельту, мы четко увидим, что у нас на протяжении всего падения у нас кумулятива активно растущая, причем росла она очень крупными такими темпами и продолжается рост. То есть, означает, что вверх на данный момент, если будет движение, скорее всего, оно будет коррекционное и затем домой вниз. Естественно, возникает вопрос, насколько глубоко может быть у нас вверх коррекция. Значит, здесь вообще по классике, конечно, желательно дойти до стратегических поровней, вот сюда сопротивление, но на самом деле могут просто дойти до основных объемных вливаний, которые у нас были сделаны. То есть, внутри данной свечи вот по футпринту, это в районе где-то вот 1.09.70, там плюс-минус. Вот если посмотреть, вот более точные 70-70 с копейками, и объем достаточно крупный был, и в итоге его протолкнули ниже. То есть, это тот диапазон, который цена, как правило, с обратной стороны достаточно хорошо видит. Поэтому я бы сказал, что полностью коррелирует ситуация, естественно, с индексом доллара, и добой вниз могут до двойной маржи добить. Причем эта маржа уже уточненная с учетом новых залоговых требований, потому что на CME они поменялись. И если сделать такой добой вниз, вот здесь мы будем ловить уже коррекционные покупки. То есть, абсолютно зеркальная ситуация с тем, что мы видим по индексу доллара, там плюс-минус с нюансами корреляции. Но в целом, то есть, я смотрю за вот этой областью, особенно 0.8.70, здесь вот прям с точки зрения опционов очень красиво выглядит. Но при этом есть заливки и ниже. Вот что меня чуть-чуть смущает, поэтому я здесь никаких лимитов не оставлю, только буду работать по факту наличия какого-то подтверждающего сигнала. То есть, это могут быть кульминации точечного объема, вертикального объема, там даже какие-нибудь свечные паттерны, без разницы. Хоть что-то должно еще дополнительно произойти для того, чтобы мы могли действительно думать, входить уже прям вот по факту в покупки. Пока что это только лишь заготовки делают. Потому что внизу еще в районе вот где-то 0.7.70, здесь тоже, кстати, по опционам очень крупно залили, и 0.7.70 это все-таки уровень тоже такой локальный. Здесь у нас есть небольшая локальная поддержка и плюс крупный у нас нижний границ крупного трендового канала, который начерчен вверх, но у нас тоже проходит вот здесь вот вблизи. Поэтому хеджи заливают активно, откупы будем ловить, но делать это с умом. Что касается золота. Знаешь, вот с учетом того, сколько у нас вниз, например, даже вот элементарно прошло евро, сколько у нас, какой был рост индекса доллара, при этом золото вообще полностью коррелирует сейчас с индексом доллара. Что, в принципе, по учебникам экономики, если посмотреть на подобные корреляции, то мы увидим, что такое происходит разве что в периоды вот таких предрецессий. И здесь я изначально целился, вот у меня даже цель здесь выставлена, 2.720 уровень, ну это по маржа сделаны, плюс там некоторые по опционам. Ну, ближайшие опционные заливки у нас были вот здесь, отсюда коррекцию дали. Коррекция достаточно слабая получилась. То есть, относительно предыдущих откатов, она просто ни о чем была. И поэтому, если наши мысли по индексу доллара, по остальным рисковым активам подтвердятся, то золото, да, у нас действительно можно шмальнуть вверх в район 2.720, и потом уже коррекцию вот в эту область накопления, с которой изначально стартовали вверх. Поэтому пока что у меня вот такой вариант. Может быть, конечно, здесь делают как ложный пробой, ну, всякое, может быть, не спорю. Но пока об этом рано говорить. То есть, у нас нет для этого каких-то подтверждающих факторов. Это будем смотреть уже вот по факту завтра-послезавтра. Пока что, да, вот тут я соглашусь с тобой, это озвучил в районе 2.700. Я просто чуть-чуть конкретизирую. Конкретизирую где-то 2.720 плюс-минус. Опять-таки, это исторический максимум, поэтому здесь это называется пальцем в небо. Попадешь, не попадешь. И вот камень мгновения. Это у нас нефть. Мы тут с тобой уже, когда у нас так повелось, немножко традиционно в разные стороны смотрим по нефти. Да, по поводу того, почему нефть пролили. Но опять-таки, это настолько слабая причина, как по мне, пролива, просто ни о чем. То есть, что Бениамин, он же сказал о том, Бениамин, точнее, он сказал о том, что мы обязуемся не делать удар, не бомбить нефть и ядерную промышленность Ирана. Но, блин, сказать о том, что это прям какая-то сильная новость в плане триггера, она скорее, вспоминая предыдущие подобные движения, которые были сделаны не более чем на риторике и серии «А может быть, а может и не быть», то достаточно быстро нефть возвращали. То есть, это просто вспоминая даже октябрь прошлого года, вот там, где спекуляции были насчет сокращений добычи странами ОПЕК. Поэтому я больше здесь смотрел на факты. То есть, а факты какие? Цена подошла у нас к контрольной марже. Вот в районе 70, это как раз психологически красивый, чистый уровень, в районе 70 подошла к марже. Залили вчера здесь достаточно хорошие точечные объемы. То есть, мы видим, где был даже перекос, сделан у нас по биду. Если посмотреть на кластерный анализ, мы видим, что вверху у нас неплохие заходили кластера, вот объем в районе 75-84, сделали коррекцию вниз, и общий объем был 836 лотов. Внизу у нас объем уже был 992, то есть, ну, где-то процентов на среднем 10-15 больше. И, следовательно, то есть, реакцию первичную уже вверх сделали. Поэтому здесь я все-таки позволю себе не согласиться и буду ждать вот такого возврата вверх. То есть, у меня на данный момент TX стоит на уровне 78. И если, конечно, что-то там пойдет не так, и выходящая снова будет, то придется выходить немножечко раньше. Тем более, плюс еще запасы по нефти, еще будут данные. Там посмотрим. Но пока что, просто исходя чисто технически, что у нас область хорошая, есть накопление, у нас есть контрольная маржа в качестве поддержки, локального уровня поддержки, плюс точный объем, который дал сейчас вот реакцию вверх, то я все-таки здесь покупки буду удерживать. Ну, а там в процессе уже уточнимся. Потому что предыдущие подобные точные объемы, они достаточно неплохо отрабатывали себя с точки зрения реакции. То есть, здесь вот залили, протестировали, улетели. Поэтому здесь залили, могут еще раз протестировать и улететь. Тем более, риск небольшой, соотношение 8 к 1, что более чем прекрасно, я считаю. Поэтому здесь подожду. Ну, а остальное, соответственно, пока что в сторону тренда. Но вот эти вот моменты, что очень-очень скоро может появиться у нас реверсионное движение, вот здесь нужно быть крайне осторожным. Денис, спасибо тебе за рекомендации. Ну что, тогда следим. Тут осталось-то день до вот этого события, которое мы с тобой обсудили, ЦБ. Ну и, конечно же, будет реакция, мне кажется, и сырьевых инструментов вызовав нефть на события, если будут мощные интенсивные движения по доллару и евро. Еще раз я большое спасибо, что подключился, обсудил со мной рынки, тебе и всем нашим подписчикам, хороших трейдеров, трейдов, точнее, в связи с этими фундаментальными событиями. Ну и подведем итоги в следующую среду, как и всегда. Так и да. Спасибо, Денис. Ну что, тогда всем успешно отторговать эти непростые новости, которые будут завтра. Хотя, знаешь, иногда бывает, сильно переоцениваем возможности рынка и на самом деле гораздо слабее дает реакцию. Но посмотрим. Как бы нет смысла гадать, будем работать по факту. Поэтому всем прибыли, тебе в первую очередь, подписчикам нашим, да и мне. На связи, пока. На связи, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok